Друзья, всем доброе-доброе утречко! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Это утро мы начинаем с пляжа. Мы приехали в город Бенедорм. Сегодня прекраснейшая погода. С нами также Диана, Даша, Аня. Сейчас мы найдем место, где есть детская площадка на пляже, и там уже остановимся. Море немножко подштормливает. Вот. Капельку-капельку. Людей, в принципе, не так уж и много, но большое скопление людей это намного дальше идет. Собственно, здесь мы остановимся. Здесь очень длинный пляж. Вот в Бенедорме я когда-то показывал обзор пляжей здесь. Ну, так как прогулялся вдоль моря. Здесь два гигантских пляжа и один небольшой пляж. Идем расстелать полотенце. Давайте здесь и расстелим, да? Я не думаю, что они пойдут купаться на море. Первый раз такое вижу. Смотрите, здесь на пляже сделали специальную линию. Такая веревка натянута, чтобы люди не раскладывали полотенце возле воды. Ну, а это я так понял, я не знаю точно для чего это сделано. Но я вижу, за веревкой никто полотенце не раскладывает. Ну, и мы, в принципе, как бы тоже на этой линии раскладываем полотенце. Мало ли. Места здесь очень красивые. Конечно, ездить по этим улочкам, так скажу, немножко сложновато. Потому что одностороннее движение, улочки узкие. Там стоят светофоры. Нужно ждать иногда по две минуты, чтобы проехала одна, как бы, часть. Потом ты уже едешь. И можно, если кататься по этим улочкам, потерять много времени. В сегодняшнее видео, наверное, будет все про Бенедорм. Единственное, мы днем поедем, потому что нам нужно будет поспать. Но потом мы и вечером сюда приедем, короче, погуляем, посмотрим, как здесь. Но допоздна гулять не сможем. Говорят, что самое интересное здесь начинается по ночам. Вот именно в той части города. Там, говорят, просто жесть. И эти кадры, как бы, в социальные сети нельзя выкладывать. Потому что, говорят, в Инстаграм выкладывают. Блокируется все. Ютуб тоже 100% все заблокирует. Поэтому то, что вы видели в Бенедорме ночью, остается только в вашей памяти. Вот так скажем. Говорят, тут по ночам просто трешняк происходит. Но сейчас еще, в принципе, не сезон. Я думаю, обязательно схожу, ради интереса посмотрю. Потому что, говорят, вот эта улица баров, там просто жесть. Вот уже не первый человек мне это говорит. Человек 10 сказал. Говорят, просто приди, раз в жизни посмотри, что там происходит ночью. Единственное, дует холодный ветерок. Прохладный. Ну, не особо прохладный. Просто думаю, сейчас будут задувать микрофон. Получается, парковки возле пляжа сейчас бесплатные. И они бесплатные будут до июля месяца. До июля, да? Вот, с 1 июля парковка уже будет платная. Я смотрю, какие здесь цены на проживание. Конечно, в сезон здесь цены просто бешеные. Вот я в группах разных. То есть люди выставляют цены. Вот только начинается июль, август, сентябрь. Цены просто на пике. Например, если мы общаемся тоже здесь с людьми, которые сюда переехали. Например, если не в сезон. Квартира стоит 600 евро. То в сезон хозяин хочет за нее уже 3000 евро. И некоторые вынуждены на время сезона переезжать в какие-то другие места. А потом опять возвращаются в квартиру. Вот. Это реальная история. Лично рассказывал. Говорит, снимает за 600. А в сезон хозяин хочет 3000 евро. В месяц. Видите, какой контраст. Видите, какой контраст. Видите, какой контраст. Видите, какой контраст. Мы приехали домой. Сейчас я быстренько приготовлю пиццу. Диана помоет детей. Я буду отправляться на базар в Бенедор. Съезжу, посмотрю, какой там базар овощной. Просто хочу для себя понять, где какие базары. Поэтому каждый раз я буду ездить на новый базар. И думаю, еще съезжу в Теревьеху тоже на базар. Поэтому тут, в принципе, все вот так вот рядышком находится. Огромное количество пляжей, огромное количество базаров, огромное количество достопримечательностей. Поэтому нам этот регион предстоит изучить, наверное, полностью. Сейчас я готовлю пиццу. Это, знаете, мы взяли пиццы для того, чтобы... Вот мы приехали, и надо быстренько что-то перекусить. Чтобы долго не готовить, вот сейчас покажу в морозилке. Вот, как они выглядят. Вот эта пицца. Достал и на минут 15-20 поставил в духовку. Вот она сейчас быстренько приготовится. Мы перекусим. А потом уже будем готовить нормальный полноценный обед. Ну что, пицца готова. Смотрите, какая красота получилась. Я еще добавил немножко сверху сыра. Вот так вот. Такой вот у нас быстренький. Перекус. Вот. И в магазинах она стоит примерно 2-3 евро. Я сейчас пойду на базар, который называется Ринакс де Лойкс. Надеюсь, правильно назвал название. Я когда ехал вдоль дорог, усеяно огромное количество машин. То есть базар находится где-то там далеко, но машины уже стоят везде, где только можно их поставить. Я так понял, ну, вроде как в интернете пишут, это один из самых таких популярных базаров. Я вот по карте посмотрел, в принципе, площадь у него немаленькая. Поэтому сейчас посмотрим, какие там цены и что вкусненькое я там куплю. В принципе, я сейчас хочу купить только фрукты. Вот. Цены я уже плюс-минус знаю, какие в магазинах. И поэтому мне уже как-то проще ориентироваться. Я уже рассказывал, что Бенедорм не похож на другие города Испании, потому что здесь вот такие вот высокие здания, они прямо находятся возле моря. Здесь буквально чуть-чуть и уже начнется море. Бенедорм очень популярный курорт среди британцев. Также мне говорили, что в Британии даже был какой-то сериал, который называется Бенедорм, связанный с отдыхом. Вот. Ну, я этот сериал не смотрел, никогда про него даже не слышал. Это мне зрители написали. Так, мы подходим уже к базару. Смотрите, какие красивые цветочки. Вот я ехал, и вдоль дорог вот такие вот прям заросли цветут. Я люблю большие базары, потому что, как бы, чем больше базар, тем больше конкуренция, тем ниже цены. Но говорят, что в базар нужно приезжать в базар, на базар. На базар нужно приезжать к закрытию, тогда вообще там уже отдают все просто за копейки. Я, когда был в Таревьехе на базаре, там я видел, как прям горы зелени, они прям выбрасывались уже. Вот. А если вы там что-то покупаете, то людям эту зелень прям бесплатно дают. Говорят, забирайте. Все. Начинается уже базар. Люди сюда приезжают, видно, на такси даже. Припарковаться тут уже вообще негде. Я далеко-далеко припарковался. Ну, базар, он, видите, вот у нас тоже такие базары. Базар среди небоскребов. Люди не могут жить без базара. Буду снимать на телефон, короче, только что подошел полицейский и говорит, ну, я снимал на GoPro, а он, это, кстати, вот в Дубаях та же самая тема, он говорит, на эту камеру нельзя снимать. А я говорю, а на телефон можно поснимать? Он говорит, на телефон вообще без проблем. Поэтому уже в который раз убеждаю, что нужно брать на телефон. Кстати, на вот последних айфонах качество намного лучше, чем даже, по-моему, на GoPro. И, короче, вот с телефонами вообще без проблем. Я даже в гробницах снимал. Вот на GoPro мне запрещали снимать в гробницах. На телефон, говорят, без проблем. Так, сумочки 10.99. Опять же здесь Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, любые бренды, которые ты хочешь. Смотрю, футбольная форма. Два, две сумочки. А, три сумки за 5 евро. Это вообще одна сумочка. Евро 99. Они, смотрю, такие вот прорезиненные. Прикольненько. Такая, знаете, на пляж. С такими ценами интересно походить, посмотреть вообще, что здесь продается. Но три сумки за 5 евро, это, по-моему, прям очень и очень низкая цена. Так, это у нас что такое? Тоже такие разные сумочки. Сколько, интересно, такие здесь стоят? Такие здесь стоят тоже. Три штуки за 5 евро. А, это вообще вот любая сумка. Три штуки за 5 евро. Тоже три штуки за 5 евро. Одна по 2 евро. Смотрите, да? Так вот на какое-то время поносить. Так, здесь уже начинаются продукты. Вот продукты нам как раз и интересны. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Яблоки евро 19. Но они такие, как-то не особо красивые, смотрю. В магазине они, по-моему, евро 80, евро 50, если я не ошибаюсь. Что бы я купил? Я бы купил, наверное, абрикосы. Но я прошлый раз брал, мне очень понравилось. Спасибо, Ира. Подошел ко мне второй человек. Я прям не ожидал. Но вот первый раз подходил уже в форме и говорил, не-не-не, на камеру нельзя снимать. Только на телефон. А второй уже подошел, уже, по-моему, без формы. Сказал, чтобы на телефон не снимал. И все. Короче, здесь у них... Ну, я сказал, окей, окей, говорю, пардон. И все. Вот. Но цены на базаре очень классные. Я прям не ожидал. Я не брал с собой никакого пакета, чтобы затариться. Но сейчас, наверное, хорошенечко затарюсь. Потому что цены просто, по сравнению с магазином, настолько низкие. Я вот взял овощей. Пакет с баклажанами евро. Пакет с кабачками евро. Дыня вышла. В магазине я брал такую за 5,50. А здесь она вышла евро 80. Или евро 50, я уже не помню. Абрикосы. Там, не знаю, 2 килограмма вышла, по-моему, тоже 2,60. Короче, какие-то настолько низкие цены. Причем абрикосы попробовал очень вкусные. Я вам покажу, что я здесь куплю. Уже на базаре не буду снимать. Но цены реально очень низкие. И вот на этот базар стоит приезжать, чтобы затариться на неделю. Ну что, вернулся я домой. Давайте покажу свои покупки Диане. Вот она жена. Вот они покупки. Просто вот сейчас посмотрим, что я купил. И по нормальным ли ценам я это дело купил. Итак, абрикосы. На некоторые продукты, на некоторые овощи, мне давали чеки, кстати. Смотрите. 2,80 абрикосы. Здесь у нас 1,785 кг. 2,80, по-моему, отличная цена за такой пакет, да? Да. Молодец. В этот раз я молодец, да. Сейчас ты удивишься. Потом пакет с кабачками. Ну, на самом деле, можно было еще дешевле взять. Короче, вот такой пакет 1 евро стоит. А там можно было взять 2 кг на 1 евро. Я потом дальше в ряды зашел. Так, пришел наш директор Анна Алексеевна. Затем 1 евро пакет с баклажанами. Здесь у нас 5 штук. Вот. Это всего у нас получается, ну, округлим до 3, 3, 4, 5 евро. Вот это у нас. Дальше. Помидоры. Вот это стоит евро 80 кг. Там можно было даже и по евро брать помидоры, но они были некрасивые. А я с клюв. Вроде такие домашние. Евро 80. Для этого сорта евро 80 нормально. Да. Дальше. Перец болгарский. Или здесь он называется, наверное, испанский. Не знаю как. Здесь у нас... Сейчас скажу. Там был килограмм евро 40, что вот здесь у нас где-то на 2,50. Что, на сколько это? Евро 40. Тут у нас на 2,50. Нормально? Вот. Разные по цвету. Они понравились. Абрикосы. И арбузы. Короче, вот эта дыня... Абрикосы. Сейчас я буду говорить, что почем было. Смотрите. Так. Вот этот арбуз... Спасибо. 5 евро стоил. Смотри. Мы, по-моему, в Меркадоне кусочек за 5 евро брали, да? Нет? Ну, было и такое, зависит от того, сколько... Короче, вот целый арбуз 5 евро получается. Не, ну, килограмм сколько. Килограмм по евро. А, ну, это есть. Да. Дальше. Здесь мне тоже дали чек. Вот, кстати, удобный, когда чек есть. А, тут вы разные столбия. Да. Потом я взял дыня. Дыня, по-моему, стоила евро 50 килограмм. А, вон чек есть. Сейчас я положу. То, да, нормально. Да, цена хорошая. Вот он чек. Так, получается. Дыня 4,62. Арбуз 5,46 стоил. Ну, арбуз вот этот за 5,46 получился. Тут еще разные сорта арбуза. Так, и так. Не могу его взять. Одной рукой, одной рукой снимаю. Давай, 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 давай. Есть. Вот. И дыня. А здесь тоже чек есть? Сколько она стоила? Евро 70 килограмм. Евро 70. За штуку. Нет, за килограмм. А за килограмм, а за эту штучку сколько получилось? Евро 50, наверное, на чем. Да, евро 50. А я такую брал точно такую же дыню тогда. А за 5 чем-то евро в лидле брал. Это пахнет. А? Пахнет. Вот так вот я затарился. В принципе, вот это, короче, округляем. 10. Уже треснул. Это я его пока вез. Он у меня в багажнике катал. Мамонта домой принес. Да. Сейчас будем готовить. Получается 10, 20, 22, 25. Округлим до 2. 27. И это, короче, 30. Ну, где-то получается, наверное, 28 евро. Вот это все стоит. Вот такой набор фруктов. Но дыня очень хорошая. Я вам сразу скажу. Арбузы тоже пробовал. Арбузы классные, очень вкусные. Сейчас такое палящее солнце здесь. Поэтому вот что меня удивило. Зимой и летом дыни всегда сладкие, классные, хорошие. Вот. Ты довольна моими покупками? Да. Это не важно. Мне показалось, это пока что самый выгодный базар, который я видел. Но все равно там больше рядов с вещами. А вот с овощами всего лишь, ну, овощами и фруктами всего лишь было, по-моему, 2 ряда. Сложил все продукты в холодильник. Давайте сейчас будем резать арбуз. Этот арбуз немножко у меня вот треснул, потому что катался по багажнику в машине, пока я ехал. Так, как же мне это все сделать одной рукой? Сейчас я, наверное, камеру поставлю. Режем. Вот такой вот арбуз у нас сочный. Видите, даже такие вот тоненькие зеленые. Ну, тоненький зеленый ободок, так скажем. Потому что иногда бывает, когда он не спелый, ободок бывает очень такой толстый. Здесь прям все как надо, смотрю. Давайте его сейчас попробуем. Интересно, какой он на вкус будет. Я вот режу очень просто. Вот так вот положил. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть. Вот такая красота получается. И теперь можно каждую часть еще отдельно вырезать из этой корочки. Ну, я говорю, в квартире я показывал дыню, как режу. То есть, я полностью все режу, чтобы можно было сразу его ворот ложить. Чтобы ничего не текло. Когда дети едят, они обычно могут все заляпать. Если на природе едим, то можно и так вот есть. Три, четыре. Все. Нарезал арбуз. Он очень сладкий. У него черные косточки. Обычно здесь, знаете, у арбузов белые косточки. Но это все так, как надо. Арбуз суперский. Мы приехали в Бенедорм на детскую площадку. Это новая детская площадка мне. Это мне сбросили. Куда можно с детьми съездить. Смотрите. Ну, честно, очень классно. Новое здание. В стиле паруса, как в Эмиратах. Так, что здесь есть на площадке? Во-первых, очень крутое покрытие. Такое мягкое. Приятно на нем ходить. И самое главное, что не песок. Потом качели. Здесь уже Аня катается. Самое крутое, это канатка. На самом деле, тут канаток очень много. Это не одна площадка, где есть такая канатка. Давай, я тебя достану. Давай. Ой. На, тебя толкнуть. Сейчас, надо толкнуть. Дашу, давай. И поехали. Вот такая здесь канатка. Потом есть вот такой вот пиратский корабль. Ну, не пиратский, просто корабль «Бенедорм». Пишет. А вот это считается самое высокое здание в Испании. Ну, жилое, я так понял, здание. Полезли. Не, я тебе камеру... Хочешь камеру? Давай. Рассказывай, как тебе дела? Так, это вот так. Все хорошо? Все. Скажи, всем привет. Привет. Все. Все. Сняла свой блог. Молодец. Здесь такие всякие развивашки для детей. Между вот этими высотками здесь большое пространство. Когда издалека смотришь, кажется, оно все понатыкано здесь. На самом деле пространства очень много между домами. И вот город необычный тем, что очень высокие дома здесь стоят. Причем прям возле-возле моря. Мне казалось, знаете, это какая-то такая сейсмическая зона. Здесь, не знаю, могут быть и землетрясения какие-то. Я вот по приложению смотрю, вроде даже здесь недалеко в море где-то они бывают. Но вроде все нормально, стоит, не падает. Я про землетрясения вообще не думал. А вот после Турции вот начали мне все писать. Я установил приложение, рассказывал. И смотришь, где что в мире происходит. Здесь рядом, смотрите, стоит вот такой небоскреб. Сейчас немножко о нем расскажу. Это самое высокое здание в Европе. Но тут есть поправочка. Это самое высокое жилое здание в Европе. То есть жилое. Есть еще выше здание, но это всякие бизнес-центры. Это именно жилое здание. Вот оно, видите? Кто-то говорит это как какой-то алмаз. Но на самом деле я только что зашел в Википедию и очень сильно удивился. Оказывается. По Испании оно по высоте идет вообще на пятом месте. Но вот форма здания число 11 и буква М. Выбрана в память о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. Я про это не знал. Вот только что прочитал. Вот. Потому что тут я в прошлый раз снимал. Говорил самое высокое здание. Надо уточнять. Говорят, нет, есть выше. Да, самое высокое в Европе. Вот оно. Видите? Жилое. Там продаются квартиры. Сдаются квартиры. Примерно стоят. Вот нижние этажи полторы тысячи евро я смотрел в интернете. Верхние этажи там уже по две с половиной тысячи евро. По три тысячи евро в месяц можно арендовать квартиру. Ну что, у нас уже солнышко село. Наступила ночь. Детей уже уложили спать. Все спят. На этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Желаю всем счастья. Огромного здоровья крепчайшего. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И всего вам самого-самого лучшего. Всем пока.